Сегодня 1 декабря У нас похолодало Где-то, наверное, градусов 18 Так хорошо, свежо И мы выехали, такой свежий день Не выехали, поехали по делам Тут какие-то ремонтные мастерские Хазбон заезжал И так, про что я хотела сказать Значит, я все-таки продолжу эту тему Которая про машины Что в Америке, чем отличается Америка По автомобилям, почему люди не ходят пешком И так далее Не успела тогда ответить То есть, отвечала на Комментарии девушки Она, значит, опять мне пишет Выписала, что ты меня не поняла Мне что Теперь, если мне под 70 лет Пешком ходить, что ли О нет, нанимать водителя, что ли Если Я не могу покупать машину По тем-то, тем-то, тем-то Причинам, например Ну, любой статистический Да, может сказать человек Что я не могу покупать машину Мне под 70 Я там У меня там нет постоянного жилья Я там снимаю что-то Там-то живу Вот там-то, там-то, то-то, то-то То есть Вот такие причины, значит Она выставила Я что хочу сказать, девочки Я рассказываю Я рассказываю про Америку Я не говорю про Израиль, Россию Или Бельгию Или Италию Или какую-то другую страну Они совершенно отличаются Я что хочу донести вам Сидят Птички там Как птички сидят Строится это Хайвей Магистраль Я что хочу вам донести Да Нанимать водителя здесь Вот представляете Вот если вот так вот Как вы описали Что мне вот то-то, то-то Я значит там живу Вот там-то, там-то Съемное жилье Это ничего не значит Это не причина в Америке Не иметь автомобиля А значит Только безногий Совсем И то ручное управление У вас будет Без руки Ну, наверное, с ножным Только нету Вот И предупреждаю тех Не про эту девушку речь Она в другой стране живет И я думала, что все у нее нормально Я про Но вновь прибывших Больше Это эти видео Про Автомобиль Это ноги У меня есть В плейлист Это все идет Под названием Автомобиль в Америке Это ноги Это правда Я просто для вновь прибывших Или кто едет Кто вот написал Я выиграл карту Другие написали мне Мы соединение с семьей Ждем Там правительство Пока не выберут У вас президента Не дает Это та Сын пишет Мальчик один Я соединяюсь с матерью В принципе Спасибо за ваше видео Я пишу для тех Не вздумайте ехать Ни с ногами больными Ни с руками Ни 67 лет Ни нищая ты Ни ты богатая Никакая Без вождения автомобиля Либо здесь будете учиться Мужики, которые в семье Которые вот вы едете И у вас есть мужчина Я к вам обращаюсь Бабам доказать Невозможно Я еще тогда Когда начинала Трещать про это Ну вот две недели назад Когда я первый ролик Этот сделала Я говорила Что такая неблагодарная тема Вы не можете себе представить Я ее когда-то начинала Только начала Ютуб Чем отличается Америка Думаю Людей же нету Все же говорят Где люди? Где люди? А где тут? Ну нету Нету людей Ну здесь ладно Еще тут дорога А стройка А нету людей Все время Я пыталась доказать Что все сидят в машинах Не могла доказать Почему сидят Это плохо Это туда-сюда Это гиподинамия Трескодинамия Жиродинамия И так далее Все придумали Все На поверку Оказывается Что? Пишут это те Кому В другой стране Всю жизнь прожил Там где общественный транспорт Маленькая страна Как наша Даже Россия Они все Испещрены Железными дорогами Автомобильными Троллейбусными Трамвайными Или уже там Уже нет трамвая Не знаю Остались наверное Вот Все это испещрено Америка Другая Она автомобильная Кто едет сюда Никогда не везите Свою бабу Вот я вам точно говорю Любого возраста 70-летнюю Или эту 17-летнюю Без вождения автомобиля Здесь учиться Деньги есть? Отдавай бешеные деньги Я когда приехала С русскими правами Я не водила там А где ее буду? Я жила одна Я разошла с мужем Ды-ды-ды Я уже давно жила одна И где ее буду ставить? Вот это я куплю себе Одам бешеные деньги За машину буду ставить Около Пятиэтажного дома На стоянку Засыпанная Снегом Во-первых Куда ездить? Ну надо было Надо было купить Мне Хазбон тогда говорил Купи любую За тысячу долларов Вот он собирался Это самое И то есть Учись водить Но я ж этого не сделала Я когда ехала сюда Мне было сказано Что сделать две вещи Я когда ему говорила Что Слушай Я перевела такой Вот этот диплом перевела А тот Надо диплом переводить Сейчас Подождите Здесь машины Рейс То есть Соревнования По По рейсам По машинам Рейс Мы едем По такому району Здесь Здесь автомастерские Всякая фигня Значит Перевезете Вы 70-летнюю Вот это вот Которая Она будет жить На съемном жилье И прочее Здесь все живут Здесь Америка живет В съемном жиле Половина Они живут В съемном жиле Это не значит Что Американская бабка В съемном жиле Не должна иметь машину Вы не сможете Передвигаться Понимаете Она говорит А что мне Теперь водителя Водителя нанимать Вот водителя нанимать Представляете Такого нету Здесь Никто никого не нанимает В крайнем случае На юбере Юбер Как он там Этот такси Ездят Это в крайнем случае Я таких не знаю Я таких не знаю У меня Эти все Колотушки Которые Ну вот я вам говорила Что Пенсионная тетя Вышла замуж То есть Приехала Она профессор С университета Ну а когда В Украине Вот это вот Всякое Вот это началось Когда там Лет 6 назад Она рванула Ну она с английским языком И была в Англии раньше И там у нее родственники Какие-то в Англии Ну такое Ну такая Наподкованная тетенька И с компьютером И с английским Все по делу у нее Ну старая Старая А сейчас наверное Уже ей 70 Она приехала Ухаживать за дедом А я вам рассказывала Что Все было хорошо Пока Вот стоит Вот это вот Вы будете с ним Рядом стоять Сейчас покажу Вот с ним Вы будете рядом Вставать Значит у него есть сумка В сумке у него Там этот Удостоверение Этого бомжа И талоны На питание Ходить в бесплатную Столовую Вот И вы с ним Встанете Будете стоять Почему Потому что у вас Нет машины Понимаете А машина стоит Тысячу долларов В Америке Даже Даже пятьсот И та ездит Колотушка Ханя Летс гоу Ну Такой был человек Тем более Тем более Она умная Тетенька То есть Есть о чем поговорить Тем более Англоязычная Так И пока Было все хорошо Потом Она его сказала Ну что ж Я вот это вот год Или сколько там Я полтора года Живую Без статуса Без ничего Документы взять В Америке Невозможно Значит Давай жениться Женились И он сразу Помер Прямо сразу Ну Так я про что Про нее А И она приехала Без машины Начала водить У меня она в гостях была И говорит Боже мой У меня это вождение Да все мучаются Все мучаются Кто старый Все мучаются Пока перейдешь Этот Здесь вот ничего Здесь стоп Здесь поехал Остановился Поехал Остановился Она На магистралях Там где 75 миль в час Миль Километра в миль Слышите Там Обалдеть Там люди едут на работу Они знают Каждый камень На этой работе Он объедет На этой работе На этой дороге Они объезжают Они моментально Но они не то что Они подрезают Здесь нормально все Но он торопится И он туда-сюда И если ты вот там Полосу займешь Он тебя подрежет Давай я тебя понять Ты медленная дура Едь вот по этой Понимаете А ты пока врубишься В это Если тебе кто-то По-русски Это не сказал Ну например Я там Какой-то подружке Если буду с ней ехать Я говорю Слушай Не езди вот так Езди так Я ей посоветую Потому что у меня есть опыт А если она Вот отучилась в школе Там этого Ну так вот Какие-то такие Острые такие ситуации Не объясняют Вот И она начала водить И она один раз Когда у меня была в гостях В доме И такая шумная вечеринка То ли Новый год был Ну что-то такое Такое весело Все так хорошо И все Ой А здесь нету поворота Ханечка Ой А как это ты будешь Теперь Лентя Он остановился А как ты Хани будешь Вот Вот так вот попадешь Я например Уже здесь бы Начала обкакиваться Потихоньку Вот в такую вот Станцию попала Ну кто водит машину Понимаете Направо закрыто Констракшен Налево Сейчас машины поедут Когда переключится Светофор Поняли? Поняли? Вот я вилду нау Хани Ну ханечка Эти мужики Они смеют Ну они же водят С 15 лет И девки тоже Здесь С 15 лет Ей сейчас 85 Она с 15 водит Вот она вот здесь встанет И будет стоять А я вот сейчас думаю Вот чтоб я предприняла Я бы ждала бы эти машины Он говорит Сейчас машины проедут Я через них поверну Навстречку Он сейчас выйдет Понимаете? Так Про что я? Да И она Такое шумное Это самое Все сели по машинам И разъехались Все нет Он не стал навстречку ехать Поехал по дороге Правильно Гуд Гуд бой Ну и это самое Запрыгнули все в машины Там что-то было Я не помню Нет, это наверное не Новый год был Потому что как-то рано там Ну 12 час разошлись Нет, какой-то просто праздник Запрыгнули все в машину И уехали И она одна У меня осталась И говорит Давайте помогу стол убирать А я уже до такого Я говорю Не-не-не Я сама Ну когда уже знаете Когда уже гости уходят Лучше само Я говорю Не-не-не А я все время просила Что девочки снесите Все на кухню Просто на стол и поставьте Потому что Вот это вот Выгребание мытье посуды Когда гости Я вообще Ну не люблю я это Они во-первых Неправильно это делают Во-вторых Не туда ставят И так далее Ну каждая хозяйка знает Вот я говорю Не-не-не-не Я говорю Наташа Давай ты что Это самое Она ты знаешь что Она тянула время Чтобы вот Ну мне быть И мы что-то начали Какой-то там вопрос Она мне давай По телевизору По компьютеру показывать А я уже уставшая У меня горы посуды Десять человек было в гостях Полная кухня Эти запахи еды Туда-сюда И я уже устала Думаю Господи Ну что ж она не уезжает А она почему Оказывается Потом она говорит Ой я не могу Хуани You cannot turn right Бэба Что он делает сегодня Прямо под Под эту тему You cannot turn No The clock's back in here No No you cannot Это Хуани I don't want Let's go Make you turn Or something Find different way Maybe park There Do you see There are construction cars coming Вот И это самое Сабдивизион Здесь Фонтанчики Всегда видите Озерцо с фонтанчиками Вокруг Жилые дома Жилые дома Озерцо с фонтанчиками Озерца если нету Когда строят Сабдивизион То вырывают Значит маленькое озерцо И туда вставляют Фонтанчик Это вот чисто американский Такой Принцип Постройки Сабдивизион Сабдивизион Это район Жилой Так Про что ли Да И она Держала время Сидела со мной Чтобы утро Наступило Чтобы утром Ехать То есть зрение Хреновое А потом Я начала жаловаться Ты знаешь У меня была Горит такая Притом Баба такая Острая Такая Нагловатая Ну не даром Он у нее умер Через 2 месяца Это да Такая Ну такая Строго такая Умная И очень такая Кусючая То есть она Не лапша Понимаете И на дороге Она что случится Она лапшой не будет Но И она значит Это самое Она говорит Ты знаешь что У меня один раз Здесь тинейджера И я говорит Езжешь плохо Она значит Ну там начала Ну год может быть Ну так да А еще куда ездить Если бы ездила Каждый день на работу Она потому что Вырабатывалась А то что Раз в пятилетку Выехала в гости И в магазин Ну раз в неделю Может куда-то выезжает А так дома Может сидит Или ему подружки А еще ж подружки Она еще англоязычная Многим помогала Подружки заезжали Забирали Понимаете Вот это вот Ну а потом Если мы кучкуемся Тоже кто-то за кем-то Заезжает Там забирает Вот так вот Вот И она значит Это Куда мы приехали Ну красиво Лишь бы красиво было Вот И она говорит Ты знаешь меня Говорит тинейджер И я говорит Ехала Типа неправильно И они начали ее учить Начали ее То есть Ну неправильно Ну может быть Она на скоростную На правую вышла На левую вышла Полосу Да Надо же ехать Если медленно Это если ты чайник Едь вот здесь Вот И держи дорогу Не рыпайся Ну а Да И они говорят Начали меня типа Учить И Ой господи Опять мы куда-то А нет правильно Мы поехали В констракшены Дядьки Дядьки констракшены Констракшены в Америке Зарабатывают ничего Но На природе работа Вот Ой how beautiful So nice Ага А вот этот парк Here let's stop there И она Утечки там Утечки Утечка Утечка Вот там вот плавает Утечек запускают Сабдивижн Когда выстраивают В эти озера Запускают утечек Но по-моему Крокодилов никто не пускает Говорят назло Сосед соседу Может купить В зоологическом магазине Крокодильчика Маленького Запустить Эти не размножаются Представляете Чтоб у тебя во дворе Эти крокодилы съели тебя Эти аллигатор Прямо вот в такой райском месте Не хочется и ругаться Сейчас подождите Потом Потом ругаться продолжу Подождите Как красиво здесь Ах Это хотел Хилтон 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 Гостиница Совершенно машине То есть машины были Они побаивались Там бы кто-то Увидел Что они маневрируют Перед теткой Перед машиной Типа это самое Там бы раз Позвонили Тикет получил Они ее ночью На дороге поймали Видят Чайник едет Значит там Им не понравилось Как она едет Или что там Она делала Вот И они давай Значит типа Подсмеяться Обогнали Посмотрели Тетя старая Видят дубовая На дороге И начали Значит там Четок с ней Она говорит Я теперь ночью Никогда не еду Говорит Помочь некому И я помню Что они говорят Меня догоняли И окно в окно Значит Ну что-то там Я это морали Такое Такое в Америке Обычно не происходит Но вот это вот Ночью нашла Каких-то козлов Понимаешь По дороге Вот И она говорит Ты знаешь Дай мне просидеть До рассвета И я помню Что я с ней В компьютере Мы тра-та-та Что-то там Посмотрели Каких-то там Певцов посмотрели Еще какой-то концерт Там Пугачева Или кого-то Посмотрели Лаптоп Включили русский Ну YouTube И вот это сидели Я уже засыпала И я с ней Часа 3-4 Вот это вот Сидели болтали А кухня моя Не мытая И да она еще такая Свой дом не моет Другой бы я сказала Что слушай Люся давай Я мою Ты вытираешь Или там Посудомойку Там сервиза Не засунешь Ну в общем Что-то такое Она такая Еще не рукастая баба Мне ее даже Стыдно было Припахивать Ну на кухне Вот Ну в общем Я не про то Я про то Что Что начинают водить И вот в такие ситуации Попадают Что она уже Думает Что ага Ночью я Не поеду Наотрез Я лучше буду мучать Хозяйку И значит Вот этот вот Наглит По отношению к ней Чем я поеду Понимаете То есть Попадают в разные ситуации Да Да И у вас будут такие Но еще раз говорю В Америке Вот будете нанимать Нанимать водителя Вот будете всех Ну а это невозможно У вас У вас никогда У вас Какой Что-то случится Значит там Со здоровьем Здесь все едут К врачам Здесь Амбуланс Это в крайнем случае У нас скорая помощь И в России Скорая помощь Например Это две большие разницы Как говорят в Одессе Значит Скорая помощь Это ты свалился с лестницы Упал И ты двигаться не можешь Эмбуланс Вот это вот ты вызываешь Но если у тебя высокая температура Не говорим про пандемию Да Если у тебя высокая температура Или что-то Здесь скорую помощь не вызывают Здесь садятся в машину Ханя Летс гоу Залазит в машину Человек едет к врачу Здесь все едут к врачам Родственники к врачам Здесь когда делают Этот самый Какие-то процедуры Или что-то вас вызывают Ну например Начается это говорят Мы вам пошлем Текст месседж Да Или этот самый Войс Мыл посылают из больницы Когда вот тогда То у вас там процедура То года Ну например Там Обколоть Там сустав болит Вот ногу На уколы Вот уколы обколоть Тогда-то там Вам шлется это самое Что вы должны иметь Водителя с собой Понимаете Они сразу предупреждают Потому что знают Что все на машине Они имеют ввиду Что ты водить сама Не сможешь Поэтому имей при себе водителя Они сразу это говорят Вот В этом В российской больнице Такое говорить не будут Но тебе скажут Что приезжайте в этот В среду Или когда-то там Вы назначили это самое Даже если тебе сейчас По тексту Может у вас тоже присылают Там эти сообщения Это сообщение вам Им по барабану Как вы доедете Потому что они знают Что есть общественный транспорт Да и докотеляет Докотеляет с обколотой ногой Да например А здесь нет Здесь они знают Что она пропадет Она будет сидеть в больнице Вечно Там Кто ее Ну такси вызывает Или что Они сразу предупреждают Что вас должен кто-то привезти И очень редко Кто такси вызывает Все это везут Родственники Знакомые Или что Постоянно В аэропорты В аэропорты Ну В смысле Куда-то лететь Все время мы едем И мы И все Просим Кого-то То есть Как там Сын На работе нет Дочка На работе нет Этот самый Родственник На работе нет В аэропорт Меня подбросишь Когда-то Билеты люди покупают Самолеты Ой слушай У нее выходной Значит В воскресенье Нет А у того выходной Подожди Значит Там в пятницу Давай на пятницу Билет покупаем Потому что он На свой аэропорт Подбросит Вы представляете Вот такая вот страсть Вот Ну вот это вот Америка Я просто вам говорю Что Вы там Ты знаешь Ну она мне пишет Значит Ты значит Толкаешь Что купить машину Пошире Значит Типа побольше Покомфортнее Что Да не могу я еще Сейчас купить Ее купить В силу Вот тех-то 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 Перечисляет Обстоятельств Ну Так что мне Теперь Если я Не могу Этого Пожарка Вот может Кому-то Поехала На амбуланс Здесь пожарки Ездят Как скорая помощь Ну Не могу я Сейчас купить Машину И не потому Что я Начать Водить Не смогу А вот В силу Вот то-то Тот-то Тот-то Обстоятельств Так что Мне теперь Водителя Нанимать Что ли Платить Да Вот в Америке Да Нанимать Водителя Или вообще Не ехать Жить сюда Я просто Больше Это видео Делаю Не для Обывателей Которые сидят И слушают Да и никогда Сюда не попадут Жить А для людей Кто едет Сюда Прямо предупреждаю Мужчины Которые едете Ну как Мужчины Может и мужчины Не водят машины Но просто Вы немножко Больше В этом отношении Соображаете Не ведите Женщин без Автомобиля Вы замучаетесь С ними Вы здесь С ними Замучаетесь Будет Сидеть Блины Никуда не выйдет Ты к этим блинам Будешь ездить Как дурак По магазинам Каждые два дня Отовариваться Все это не близко Значит В центре Нью-Йорка Да Шуруйте туда жить Вот там Да Вот там Не надо Но сколько Там людей Живут То есть В Нью-Йорке Не надо Даже в Чикаго Вот я помню Что Там конечно Электрички Есть в Чикаго Но тоже Не доберешься Там электрички Я помню И районы Шикарные Вот у Хасбанда Там родственники Это самое Все равно Топаем 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 От этой Вот Ну станции Этого Как ее Железнодорожной Этой Ну электричковой Вот Поэтому С большой сумкой Там это Ой Ну вообще Все равно Конечно По Чикаго Там в центре города Ну не в центре города А по городу Брать машину В Рент Американец справится Ну Ну мой справится Я сама Я сама Этого делать не буду Попадя в большой город Нет Я все-таки Спланирую себя так Что Опять же Какой большой город Чикарная Нью-Йорк И все Ну может еще Там парочка Городов И все В которых я не была Не знаю Я говорю В каких я была Все остальные Хьюстоны Майами И прочие Эти самые Вам нужна машина Аэропорт Видели Проскочил Ой-ой-ой-ой Фаня Что-то Вот это Вот это Резко Мы Притомозили Девочка пишет Да нет Лена Нужно И общественный транспорт Нужен Лена И И автомобили Конечно Это комфорт И удобство И вот она говорит Что и то И то нужно Тоже вот Неправильное Осуждение У вас Никто не спрашивает Что нужно И у меня Никто не спрашивает Америка Сто лет назад Это вот решила Так и все Сейчас у них Вот сейчас Американцам Предложи Что хотите Мы вам построим Общественный Аэропорт Здесь Небольшого города Было написано А Хотите Мы вам Построим Сейчас Этот Общественный Транспорт Ну Не так Как он существует У нас здесь Да Что мимо пляжа Идет Там где туристы И все И все Ну А Построим Ну например Любой страны Там Европейская Россия Израиля Или любой Да Вот хотите Опять же Это же за деньги ваши Они скажут А зачем Вот любого американца Вот любого Рабочий Там вот сидит В этом вене Да Он этот самый Рабочий Тот пошел на Гулянки Мы едем Куда-то там По делу Любого спроси Любого статуса Скажи Ты хочешь Общественный транспорт Такой Они скажут А зачем Это Во-первых Что Бомжей собирать По дорогам Это значит Я имею ввиду Не бомжей даже А нелегалов Которые приедут Без машины Без ничего Без вождения Ну таких Как мы с вами Да Из этого Ну мы с вами Еще господи Образованная страна И прочее А из этих Всех Этих самых Там где Арбузы Выедают Без этого Не разрезая Лицо Такое Что может Выесть Арбуз Внутри Не разрезая Его Потому что И лицо Такое Как Выпученная Челюсть Из тех Стран Значит Это самое И что Они будут По остановкам Вот это Стоять А добропорядочный Американец Который Работает На машине Будет ехать Это все Затор Эти Все остановки Все автобусы Это остановка Движения И мы все знаем Вот по этой полосе Если едет здесь автобус Вот я как нибудь Вам покажу Все нервничают Начинают его объезжать Тут и сюда Потому что это автобус В России Просто вы этого Не замечаете Потому что Ну оно так вот Сделано там Исторически И все А как ты замечаете Конечно замечаете Что убери сейчас Автобусные маршруты Как быстро Поедет Автомобилист На машине Вот кто вы Едет машину Они знают Убери из города Вот эти остановки И всех людей На остановках И прочее Как быстро вы доедете Из конца города В другой конец Спрашивали про Мобильные хомы Вот опять Мобильный городок Смотрите Они везде Ханя Здесь мобильные хомы А здесь уже Просто сабдивизион То есть просто эти Сингл хомы Частные дома Вот поэтому Да И они Вот это вот Они у вас не спросили Что вы им советуете Что лучше Я тоже приехала Меня это бесило Я машину Значит В России В России учат так И как ты на нее реагируешь Скоростные И соединяют все деревни Между собой Понимаете У нас как-то вот Все это ближе к городу Это вот Магистрали А здесь от деревни До деревни И она скоростная Ну Так Нет Это я про скоростную Уже Тут оно Не по теме А сейчас я Что там еще написали А ну да И вот Спросите вы Американцам Они скажут Не хотим Это что Облепить Всю дорогу Облепить Остановками Будут стоять Опять же Кто будет стоять Это те У кого нет Нет машин Кто Ой-ой-ой-ой Ханечка В какой-то парк Мы приехали Как хорошо У нас есть еда С собой Пацаны играют Смотрите В парк люди Приехавшие Никто не пришел Сюда пешком Вот Может быть И соседнего дома Вот они Вот они С собаками Приперлись Вот здесь остановились Вот это вот Гуляют Вот Вот Плохая машина Поехала Старенькая Там Новенькая Рядом стоит Любая Всякая Ободранная Не ободранная Вот Пацаны Чернокожие Играют За тренажерами Играли Все Они приехали На машины Тетка С собаками Машина Вся провонялась С собаками Это я точно говорю Вот Вот это вот Она ездит Все 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 на колесах И скажи Ей Тете Скажи Что Ну че ж Нет автобусов Ну ладно С собаками Там она В автобус Не это самое А ты б хотела Чтобы Общественный транспорт Легче Ну вот Собака ставила А надо В продовольственный магазин Ходить Одна остановка И поехала Сама Она скажет Нафиг надо Это собирать Всех Я же говорю Всех нелегалов Всех у кого нет Ничего Будут стоять Будут Какать На остановках Будут спать Будут Это самое То есть Они в Америке Просто не нужны Понимаете Ну просто Они Нет необходимости Вот Ну не знаю Доказание Машину Америка Перестроятся Здесь Здесь Спрос Решает Предложение Как там Это сказать Что-то я хотела Что-то я начала Какие тут деревья Замечательная природа Очень красиво Здесь гулять Ой какие красивые Старые такие Класс Прелесть А здесь Тоже The same Community Вот Смотрите У них такие Большие А на балконах Там Цветы Ёчки Бабки Понаставили Горшков Вот Что-то я Рассказывала Сегодня Много Наболтала Забыла Уже Вон Написано Гостям Ехать Туды Видите По стрелке Здесь тоже С гостями Здесь Это почтовые Ящики Это совсем уже Другое Community Деревья Старые Такие Совсем Другое Все Вон Эти Галф Карт Это Обслуживание На вот этих Машинках Собирают Мусор Здесь Даже Тебя Привезут Здесь Вот Если Ты Припарковался Приехал Кому-то И ты Не знаешь Как найти Дом Он Тебя Подвигит Вот Этот Дядя А не Часто Вот Я Когда Искала Подруг Вот Так Вот Ну В таких Вот Ищу И там Ну И не Нахожу И он Видит Что ты Вот Стоишь Там Припарковался Он Поедет Говорит Вам Помочь А ты Говоришь Где Дом Номер Такой Это Номер 5 Он Говорит Садитесь Да И ты Едешь Ты С ним Вот Этот На Галфовой Ну На Открытой Машинке Гольф Гольф Да Гольф Машина Открытый Этот Вот Такой Этот Тачка И на Тачке Он Едет А ты За Ним И он Тебя Сопровождает К тому Тому Дому Но Обычно Когда Не Находишь Дом В более Такой Постройки Там Где Высотные Дома Там Где Их Вот Да Так Это Моя Знакомая Это Значит Сказали Что Значит Ну Туда Там Едем Да Вот Какой-то Там Русский Клаб Русское Рождество Русское Ну Всякие Вот Эти Были Там Балы Русские Были Сейчас Они Наверное Есть Но Что-то Нам Некогда На Них Обращать Внимание Русский Бал В том Еще Где-то Ресторан Сняли Русский В такой То Там Куда То Едем Ну Там Говорят Что Под Орландо Такой Адрес Вот Такой Ресторан Туда Сюда Кто-то Говорит Значит Давайте Вот То-то То-то Пойдет Кучкуется Начинают Деньги Собирать Ну Как Обычно Когда Компания А Живут Все Очень Далеко Друг От Друга В Америке Живут Не водит Машину Там А кто Татьяна Не водит Машину Нет Не водит Машину А как Она Это Самая Дочка Живет Черт Где Отдельно В другом Городе Вышла Замуж За успешного Ну Как Они Попали В Америку За Адвокат За адвоката Живет Очень далеко В шикарном Доме Мама Иногда С этим Домом Помогает С ребенком Помогает Вот Вот Эта мама Которая Не водит Но Дочке уже Под 40 лет Да И маме 65 Там Например Сейчас Вот Помогает Но опять же Ее довезут Зять или муж Муж Зять или муж Доводят Но когда Касается Русской вечеринки Или что-то Муж на работе А зять далеко Лойер тоже на работе Дочка на работе Дочка учительница Дочка на работе Все на работе А она Не может Пойти на русскую вечеринку Потому что Нет машины Начинаем Я помню Начинали выбирать Ты заедешь Да это чертик Где от меня Другая Говорит Да ты что Это в другой Другой конец Я не поеду В конечном итоге Говорят Давайте не брать ее Ну потому что А кто-то еще Специально Блин Сколько она тут Живет в Америке Пять лет За пять лет Не выучилась Водить машину Кошелка Вот И вот так вот Относятся даже К человеку Кто-то заберет Кто-то не Ну кто-то привез ее Ага Она счастливая Потому что Во-первых Языка нету Обычно у тех Кто не водит машину У тех и язык И в школу не ходят Учить его Надо в школу А на чем она будет ездить Во Еще Мужики Которые везут сюда Женский пол И которые сами не Вам надо учить Английский язык Как собираетесь Вы его учите Если у вас не будет машины Все Это практически невозможно У нас некоторые Снимали квартиру Рядом со школой Убогие Какие-то комнаты Снимали И на велосипеде Ездил по дворам Между светофорами Чтобы учить Английский язык Ну и сколько Вы на велосипедах Наездите Английский язык Это же не Права автомобильные Что два месяца И вы Ну выучил Только практику надо А английский язык Он же годами И в школу Надо годами ходить В принципе Ну а там Чего-то два Походишь Тогда уже Начнешь калякать Хоть как-то Если еще В англоязычной Стране В этой среде Живешь Ну кто-то есть У тебя В семье Кто с тобой Разговаривает А у той Ни другого Во-первых Она в магазинах Бывает мало У нее же машин нет Это когда ее Раз в неделю Муж вывезет А в основном Вот это вот Русские болтовня По телефону И туда-сюда Вот у нее У нее жизни нет И я подумал Что я еду на машине А хорошая баба Нормальная Нормальная Такая интересная Тетка Добрая Классная Еду на машине Ну что вот вышла Стою Я говорю Что ты ждешь Автобус Я говорю Так здесь нет Автобусной остановки Она говорит Так я его смотрю Отсюда и оттуда То есть Ну по таким линиям Наверное может Но там наверху Нет автобусов Это скоростная дорога Там автобусов нет По магистралям Это магистраль У нас автобус А магистрали у нас везде Там автобусов нет Ну где-то там Вот по такой дороге Ездит автобус И в то же время Здесь вот прямо Там должен ехать Какой-то автобус Она там посмотрела Или ей сказали Расписание И вот она выглядывает Откуда будет ехать Она бегом побежит Вот сюда И там есть какая-то Зачуханная остановка С бомжами Вот там Сидит И поедет куда-то К дантисту Которого нашла Расположенного По прямой дороге По этой Понимаете Вот это же найти Надо было еще дантиста Который располагается К месту движения автобуса А никак не дальше И если дальше То не больше километра Она же не будет идти Пять километров От остановки До дантистского офиса Вот Я говорю Садись Да ладно Не надо Нет Ну ей как-то неудобно Все же ее пуляют Не берут Я говорю Садись И я помню Что я ее закрутила Ну время было Там совсем в другую сторону Ехала И довольно-таки Недалеко Ну может Ну может Четыре мили Вот так Ну шесть километров Может я проехала То есть Недалеко Особенно от ее дома Вот И Ну и вот человек Что стоял Вот это ловил Автобусы И все А жара У нас же во Флориде Жарут А у нас же Да не только во Флориде Она вообще Половина Америки Это жаркие Все Эти самые У нас Нью-Йорк На параллели с Сочи Просто что погода Там другая Сочи Там море Море такое-сякое Такие-то там Воздушные Что там потоки Или как там Не специалист Не знаю Но во всяком случае Конечно Природа в Сочи Лучше чем Погода и природа В Сочи лучше чем В Нью-Йорке Но я имею ввиду Что на одной параллели А все А Нью-Йорк Это на севере у нас Так все И все Что ниже Нью-Йорка Это все Жарче Сочи Понимаете Это Америка Она у нас Не холодная страна Это в Канаде Этот самый Сибирь Сайбири Вот Ну на юге Канады Не Сайбири А на юге Канады Это Москва Такие дела Да И вот это я помню Привезла Спасибо Спасибо Пошла Думаю Господи А с дочкой Я ее разговаривала Как-то Слушай А что это самое Она говорит Так боимся А дочка С таким психом еще Так боимся же Принимаем Не принимаем же решение Останавливаемся На светофоре Я говорю Принимай решение Поворачивай сейчас Или нет Вот сейчас машин нет Ты должна сама Ну то есть Сориентироваться Вот это расстояние Я могу повернуть Успею Там машина едет Да Вот Так она же не может Дарить принять решение Это дочка Все время за это решение За это решение Я ей говорила Отдаю в школу Не учите сами Они Когда родственники Бесятся Люди То есть Перед родственником Ученик Ваш день Вот Ну если вот родственники Учат Мужья и прочее Ты его начинаешь Ненавидеть Потому что он свой Учитель Учить правильно Как я уже говорила Они выдержанные Они будут учить хорошо Я ей тогда Горючевы Наймите ей Именно С тормозом Машину Учебную Тем более Сами работают Денег Деньги Есть Это самое Учите бабку Водить машину Она не может Принимать Она не сможет Надо же Смелостью обладать Надо же Это самое А я у нее Потом спрашиваю Слушай Я говорю Ну это Таня Ну давай Чего ты не водишь Машину А с Украины А в Украине Говорю В большом городе Жила В Украине То есть Уж чё-чё А курсы найти Там Вождение Это да Легко Не из села Доярка Она Вот Ну А она говорит Вы учила Я говорю Так ты учила Так у тебя права Есть Прав нет Но учила Ходила в школу В автошколу Ну и что Она говорит Ты знаешь Я психовала Как еду С преподавателем И говорю Чтоб я Эту чертову машину Ну не получается Там то сё Он же говорит Опять вы неправильно Вот это неправильно Ну там Он её что-то поправляет Она говорит Чтоб я эту Горит Чёртову машину Когда-то водила Да никогда Чтоб я никогда Не научусь водить Никогда я не смогу водить А он говорит Едет рядом На пассажирском заседении Он сидит Да И говорит А кто сейчас ведёт машину Разве не вы Ну она рассказала шутку Что я говорит Еду и пиндю На это да Автовождение Это чёртово Говорю Что я никогда Не выучусь Её водить А он говорит Рядом едет На пассажирском заседении Говорит Подождите А кто сейчас Ведёт машину Не выли Ну вот так вот Ну там-то она поездила С преподавателем А здесь Этот самый Принимать решение Боится А здесь А здесь надо Возможности Возможностей Не идите Не идите в школу Управляясь Сами приехали Русская семья Приехала Ты води Драйвер На американ Даже если Водите машину Американский прав Драйвер Драйвер Надо перейти С 18 Наверное А вот Ну как паспорт Ну не Наверное 16 у них Драйвер Да Конечно О Ну куда Если можно водить 16 и 16 Если он только Сдал на права А так у него У него тоже будет Этого ребенка Драйвер Лайсенс Но без Вождения Ну он так Называется Этот Американский паспорт Называется Драйвер Лайсенс Лайсенс Это Лицензия Да Драйвер Это Вождение Лицензия На Вождение Да Так это Они Говорят Давай Драйвер Лайсенс На Вождение Машины Что-то Или Продать Она Что-то Хотела Или Купить И думаю Что-то А она Говорит Так У меня Зачем мне нужно с вождением, если я руководитель, и так и говорит, а я слышала этот разговор, ну язык у нее слабый английский, но понять можно, ну то есть я поняла, что она имеет в виду, и они, я думаю, поняли. Она говорит, а зачем мне нужно водить машину, если я руководитель компании, у меня столько-то людей в подчинении, говорит, у меня столько-то людей, у меня есть два водителя, зачем мне надо получать драйвер-лассенс, сдавать экзамены на вождение, зачем мне это надо? они говорят тогда вы не можете купить машину там например она горит как и не можете купить машину она горит у меня этого водителя ну вот пусть водители горит и покупает то есть на их имя она опять им как это так что я мне не надо водить у меня есть водитель вот зачем мне водить машины и все время на к ним к этим людям которые сидят в драйвер-лайсенсом офисе которые то выдают меняют эти плейцы плейцы номерной знак на машине плейцы которые оформляют новую вам машину либо со старой на новую либо переехал со штата в штат все это вот это переоформляется либо поменял там драйвер-лайс вот этот но поменял фамилию например замуж вышла вот это вот все вот этим занимается она им хочет доказать что я богатая зачем мне это надо ну вот другими словами вот это чисто вот это русское они опять говорят какая разница что у вас есть водитель или сколько у вас там человек подчинение богатая или бедная хоть ты хоть ты какая хоть ты миллионер хоть ты совершенно нищая стоящая на на обочине дороги если ты оформляешь автомобиль у тебя ты должна уметь ее водить все понимаете вот вот миллиардер вот этот господин трамп у него куча куча не только важные водители а там целый эскорт едет все равно на на его имя нельзя купить ничего нельзя ничего не оформить авто потому что у него не будет если него не будет документа вот ей нельзя было это доказать понимаете а еще вот девочки кто писал что там это у вас там что-то средства есть а у нас значит средствами средства нет на оформление вот этих всех то есть машины к покупке и все в америку не едешь все понимаете если у вас нет денег на машину вы в америку вообще не приезжаете если у вас нет средства на дом вы можете приехать и спать машине но если у вас нет средства на машину вы просто сюда не приезжайте вот так или эти еще раз Я говорю, или приезжайте в цены, неважно возраст, 80 лет вы приперлись, или сколько, ну 80 лет пусть у вас нянчит дочка, сын, бывает и такое, дочка-сын нянчит, бывает и такое, но опять же, вот к дантисту надо с больным зубом, будешь стоять на перекрестке в жару, 35 градусов у нас летом каждый день, и ловить автобус, который едет только по одному маршруту, и никакого разветвления там у них нет у автобуса. Он поедет к молу поближе, иногда в мольной территории есть там донтисты, но опять же, это надо туда идти, ну донтисты, ну всякие такие офисы, там есть такие, как там, ну плаза там, где мол, а соседняя плаза, например, будет там донтист и еще какой-то черт, так он же должен вам еще и подойти, тот донтист, понимаете, то есть это ваш или не ваш, может он там такой дорогой, что... Коронавирус. Может он там такой дорогой, что тебе он и не подойдет рядом с автобусом, который останавливается, короче, это усложнит вашу жизнь ужасно, тем более тех людей, которые приезжают, у которых стесненные условия, а сейчас, я имею в виду в денежном отношении, кто сейчас продаст какую-то дома квартиру и приедет с этими несчастными 30 тысячами долларами, которые надо потратить на то, на то, на то, на квартиру, на жилье и прочее, да еще если не умеет она водить каталокушка с блинами дома, это сама сидеть будет. Ой, так, высказалась я, все, высказалась. Welcome to America. Вот эти дядьки зарабатывают, работающие специалисты, вот эти зарабатывают хорошо. Вот этому и дом легко купить, и мергечь платить, и все ему легко, и тебя. Работа тяжелая, но достойная, я имею в виду, но оплачиваемая, нужная. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!